Музыка Красный цвет имеет глубокий смысл в японской культуре. Во время синтоистских ритуалов детей одевают в красное, чтобы отогнать от них злых духов. Музыка Невесты во время свадебной церемонии красят кубы в ярко-красный цвет, чтобы защититься от любых несчастий. Из всех красных красителей наиболее ценный и уникальный оттенок дается флор, по-японски «бени». Река Магами протекает в префектуре Ямагата на северо-востоке Японии. Этот регион является крупнейшим в стране производителем сафлора. Каждый июль его поля сплошь покрываются желтым цветом. Сафлор или «бени-бана» – растение из семейства «Хоризонтема». Его лепестки используются для производства красного красителя «бени». Первый шаг – надо собрать цветки. Производители знают, время для сбора настало, когда у основания желтых лепестков появился красный оттенок. Цветки аккуратно собирают вручную один за другим. Только 0,3% каждого лепестка содержит красный пигмент, все остальное – желтый. Путем растирания и полоскания желтый пигмент смывают, оставляя только красный. Затем лепестки оставляют сушиться в тени на несколько дней. Это вызывает естественное окисление, которое приводит к изменению цвета с желтого на темно-красный. Теперь он становится идеально красным. Затем лепестки растирают в пасту, чтобы ускорить окисление, сделать красный цвет более насыщенным. Для лучшего высыхания пасту вручную прессуют в плоские овалы, называемые бенемоти. Это предмет роскоши, так как для изготовления одного овала требуется около 300 цветков. Высушенные бенемоти для окрашивания текстиля растворяют в воде, получая нужный цвет. Чтобы окрасить одно кимоно, используются более 2000 бенемоти. Сафлор выращивают в Могами с 16 века. Благодаря уникальной технологии бенемоти, Могами Бенни стал любимым красителем для производителей высококачественных кимоно. 300 лет спустя одежда выглядит как новая, сохраняя такие же яркие цвета. Для меня цвет бенни является бесценным наследием. Я искренне считаю, что должен обеспечить продолжение наших традиций в будущем. Бенни Мочи также используют для изготовления традиционной японской помады. Процесс изготовления имеет свои особенности. Он начинается с замачивания пучков конопли вместе с бенни Мочи. Этот известный токийский производитель косметики до сих пор использует классическую технологию. Экстракт бенни наносится тонким равномерным слоем на внутреннюю часть небольшой фарфоровой миски. По мере естественного высыхания красный цвет меняется, приобретая зеленые переливы. Эта помада была очень модной в Японии в конце 19 века. Что вызывает такие изменения цвета, это остается загадкой по сей день. При добавлении небольшого количества воды зеленый цвет снова становится красным. Нанесение помады в несколько слоев дает мерцающий зеленый эффект, который веками очаровывал японских модниц. Крошечный цветок из сельской глубинки оказал и продолжает оказывать свое загадочное влияние на культуру Японии.